МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 65 краин света, амаль 30 тысяч работников, свыше 13% вытворчасти всей промысловой продукции в области. СЭС Гомель-Ратон сегодня отзначила 20 годим. Удауниство дитячих садков, больниц, рамон, дорог. Держава и бизнес начнут взаимодействовать в новом накерунку. Великосветский баль и дамские штучки. На первые дни 8-го соковика у дельницы областной организации Белорусского союза Жанчин провели прием. А зараз об этом и иншим больше подравязно. Президент занепокоенный неравномерным развитием региону Беларуси. Про это Александр Лукашенко заявил сегодня на справоздачу у Рада о выниках работы экономики за 2017 год. По доручении керевника державы была досканала вывучена социально-экономичная ситуация на местах. Выники, которые предложили президенту, выполнили его в неоткладном проведении сегодняшнего мероприемства. Александр Лукашенко отзначил, что страны и регионы развиваются неравномерно. А докладное развитие есть только в Минске и с Великой натяжкой в Гродинской областях. Остальные регионы стагнируют. За 7 лет Брестская область прибавила всего около 5%, Гомель – 3%, Витебская – 2%, а в головы региональный продукт Ногилевской области за 7 годов навыцкаратився, констатовал керевник державы. И он отзначил, что любая серьезная дифференциация зауседы приводзись до крупок расколу громадствии и масштабных проблем Украине. У Раду и Аблова Конкамам поставлена задача – життя наших людей повинна быть однольково комфортным у любым городе и районе. Основа этого перш зауседствование новых предприемствов, сказал президент. Протягиваем выпуск. Угод малой родимы, городский поселок Брагин, набуде новый выгляд. Причем размова идти об комплексе работ. От доброго порадкования улиц до будовництва жилья и реконструкции объектов культуры и спорта. Отповедное решение принял старшиня Гомельска Габлова Конкама Владимир Дворник. С планами ознайомился наш корреспондент Олег Сентюров. Историчный парадокс. Днем народжения Брагина лечится дата, когда этот населенный пункт был разборный и частково знищенный. Отбылась эта подея в 1147 году, благодаря тому, что Брагине у Перчинё нагадали у Ипатийском детопису. У его истории в уголе было шмат драматичных сторонок в томнику Чарнобырская авария, после которой с поселка выехало 5 тысяч человек. Для сравнения, зараз тут проживая крыку больше 3,5 тысячи человек. Прекрасный народ здесь жил. Вы знаете, коренной, неприезжий. Все друг друга знали, кто были сватами, кто кумовьями, родственниками. У нас, в частности, один парень, он живет в Гомеле, но он сам отцуда родом, Гилевский. Он 10 лет составляет свою родословную. И вот мы с ним держим связь, и он говорил, уже пол Брагина, пол Брагина, он нашел родственников своих. Представляете? Упасля Чарнобырской истории Брагина был период, когда его плановали полностью оселить, а все будинки похавать. По этой причине притяглый час тут не проводили никаких работ ни по подавництве новых объектов, ни по развитию иснующей инфраструктуры. Ситуация начала изменяться только в середине 2000-х, но полностью привести городский поселок в Налечный стан оказался совсем непросто. Запланирована реконструкция станции без железа, с установкой нового фильтрующих элементов, где качество воды будет улучшено. Также модернизация котельной, где будет современное оборудование установлено, и изменение схемы теплоснабжения, будет работать однокотельно-городской поселок Брагин. То есть выводится эксплуатация однокотельная, экономия средств. Кончатково планы по проведению Брагина в парадах еще и не затверждены. По некоторых объектах могут уноситься коррективы, а ли в целом решение принятое. Сегодня городский поселок изменится кардинально. Як чекается масштабная работа, тут по 60 недель в месяц. На стадоене, например, сделать штучное покрытие, а центральную площадь переутворить в пешеходную. Районный дом культуры зачинить на капитальный ремонт. У будинку не проводился никаких работ амаль 50 годов. И еще одна задача запланованных переутворений – выращение жилевой проблемы. Всего лета в Брагинском районе планируется побудовать 6 тысяч квадратных метров жилья. Для поравнания – это утрея больше, чем было летость. Таким членом будет практически выращена проблема с обеспечением жильем шмадетных семей, у детей-сирот и молодых специалистов. Зараз у района их застается 70%. Теперь эта лечба будет наполно больше. Невеликая колькость молоди у структуры населения Брагинщины – одна из головных демографичных проблем. Хоть называть ситуацию катастрофичной, так само нельга. Сегодня у Брагинской детячей школы мастерства и ее филиалах займается май 160 детей. Это соправдыты линовитые дети. Только в минулом году они привезли из региональных и республиканских конкурсов и фестивалю 14 дипломов, практически половых за первые места. Для невеликого населенного пункта это весьма значное достигнение, якими тут гонорация. Самая великая проблема у тем, что практически весь час основания установы займаться приходилось у процессованных помешканьях. Новый научный год. Тут уже все планируется почать во властном будинку. 1 сентября откроем новое здание и войдем в школу, в новые двери. И я думаю, что обеспечение обучения на высшем уровне и на качественном уровне это тоже зависит не только от учителей, но еще от условий, в которых они обучаются. Адель Сентяров, Евген Макеенко, телерату компания «Гомель» с Брагина. Экспорт продукции у 65 краин света, амаль 30 тысяч работников, свыше 13% вытворчасти усей промысловой продукции в области. Свободная экономичная зона «Гомель-Ратон» сегодня означала 20 годзе. И она самая масштабная в Беларуси. Вытворчасти резидента УСЭС размещены у 11 районов Гомельской области. Летость, дякуючи их денню, было притягнуто свыше 230 миллионов долларов инвестиций. Амаль Палова з'их замежная. Найбынейшими пастушеками опошних стали «Делкам-40», «Алкапак», «Мультыпак», «Фрэшпак», «Солюшенс», «Светлагорский завод зварочных электродов» и «Гидросила Беларусь». В минулом годзе было зарегистровано 7 новых организаций. Это другие покажки в Беларуси после Минска. Створено свыше тысячи новых працонных местов. Великая и разнобаковая планы вызначены и на этот год. Находится на рассмотрении уже в Совете Министров Республики Беларусь об изменении границ свободной экономической зоны. Качество участков, где можно размещать новых резидентов, оно улучшится. Это хорошие участки появятся новые в Жлобине, в Речице, в Светлогорске. Здесь мы в Гомеле рассматривали и в Гомельском районе, и наши резиденты, которым мало места уже, к тому же ДЛКОМ-40, мы тоже дополнительно там они рассматривают участок ВЕЗА-ГЭ, дополнительный участок для расширения своих границ. Реализовать инфраструктурные проекты, дякуюсь, державно-приватному партнерству, новую для беларусской экономики тему, обмерковали сегодня на семинаре у Гомельским Аблваканками. Сирот организаторов – супрацовники Национального агентства инвестиций и приватизации, Министерства экономики и Европейского банка реконструкции и развития. Мы это с устречой отримать зворотную совесть в выгляде конкретных пропанов. Подробностей у Марины Джалой. У Российской Федерации и краяных Евросоюза державно-приватное партнерство мае шмодагодовый опыт. Наша краяна робить первые кроки у гэтым накерунку. Сутность в том, что приватная компания по заказу державы реализует социально важный проект за свои сроки. И 20 годов его обслуговывает. На протягу этого часа держава выплачивает компании выдаткованные гроши и вызначенную загадя сумму прибытков. Приклад такого взаимодействия – пилотный проект пары конструкций трассы М-10, якая у тим лику проляга и праз в Гомельскую область. Схема финансирована достаточно комфортная для частного инвестора. Это фактически в определенном степени платежи за строительство выкупное. И в этом плане, конечно, здесь нет тех рисков, которые на частные инвесторы могли бы распределяться. И в этой связи вероятность его успеха вполне очевидна. И я уверен, после того, как конкурс будет объявлен, интересы страны инвесторов, как иностранных, так и местных, консорциум будет очень высокий. У планах таким чином будовать, например, детящие садки, больницы, ремонтовать объекты. Яскравый приклад – система жильево-коммунальной господарки. Предположим, я пока не утверждаю, у государства нет денег на то, чтобы отремонтировать эту систему, поддерживая ее в нормальном состоянии. Мы находим частного партнера, который берется и говорит, да, я, значит, берусь заниматься этими вещами, там трубы, котельные, прочее, прочее. Я их привожу в порядок и в течение 20 лет я их обслуживаю. Мы ему возвращаем ту часть, которую он затратил, и какую-то, значит, прибыль, которая закладывается в договоре государственного частного партнерства. Шляхом державно-приватного партнерства плануется будовать, ремонтовать и обслуговать объекты, которые имеют перворадное значение для жихаров Беларуси. Головное зараз затекает в таком способе инвестирования представников деловых колум. Марина Джалая, Валерия Панько, Телерадо, компания «Гомель». У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий местовых уладов. Третьего соковика с вороты грамадзян будет принимать керавник справ гомельского облаканкама Алена Владимировна Кличковская. Нумер телефона – 33-12-37. У гомельским горваканкаме промую линию проведе наместник старшини Сергей Яугенович Андреев. Завертаться треба по номеру 75-63-33. Промые линии будут працавать с 9 до 12 годин. Первое милицейское подразделение сельско-господаршим ухилом. Керавник Министерства внутренних справ Игорь Шуневич наведаў сельгазпродприемства «Хутер Агра», размещанное у Светлогорским районе. Тут працавладкованное было осудженое, а так само промысово отправленное на реадаптацию у лечебно-працовной профилакторы. Нагадаем, у Снежни минулого года, згодно с постановой Саумина, предприемство перешло у республиканскую властность для наступной перадачи у подпрацкованне департаменту выконания покарання. За это время мы подготовили всю нормативно-правовую базу по передаче этого хозяйства в Министерство внутренних дел. Теперь это наше подразделение. Я называю его первое милицейское подразделение сельскохозяйственным уклоном. Но если серьезно, то мы начали уже работу, и сегодня здесь трудоустроены порядка 30 человек, находящихся в ЛТП и освободившихся. Это небольшое количество, безусловно, но мы будем его увеличивать и в планах строительства здесь специального общежития для лиц, которые освободятся и захотят работать на этом предприятии. Игорь Шуневич подкреслил, что махшима удалейшим такие предприемства будут створаться и у инших регионах краины. Откласти на некольких годзин отказные справоздачи, рабочая со встречи, взять передышку от домашних клопотов. Напереду дни 8-го соковика у дельницы областной организации Белорусского союза Жанчин провели прием для самых активных и метанакерованных Жанчин Гомеля. Заправдный салон для великосветских дам организовали у картиной галереи Гаурила Вашченки. Запрошение на свято отримала и наш корреспондент Наталья Капрыленко. Не просто прием активной Жанчин Громадскости, а полновартосный импровизованный баль. Дрес-код, вечерная Сюкенка с подолом до самой подлоги постарались выконаить практически все гости. Кто-то вырвался с планерок и коллеги, нехто взял тайм-аут у детей и мужа. Погрузившись в незвычайную программу, они с цикавостью и с захоплением примирали на себе в образы дам далеких эпох. Выстава «Ахужу гэтой жаночей штучки» представила раритетные предметы жаночих будуаров. Живопис, габеллен, фарфор, шматлики и аксессуары. Гэтыми речами корысталися французские дамы 19-го стагодзя. Сумочки для балю, пригожие головные уборы, вееры, перчатки. Могчима так само натхнять женщин знайсти для себе нешаканное хобби. Лечить хендмейд-гуру. Гомельщины – активная удельница разностаенных жаночих громадских рухов Лилия Калюжная. Наши современные женщины, они творят, творят классно. Сегодня дамы посмотрят, посмотрят, придут вечерком и возьмут, наверное, что-то, вот какие-то перчаточки свои, подумают точно, у меня же вот где-то бабушкины есть, вот они же вот такие. Вот если к ним что-нибудь еще приделать, что-то такое современное или как-то их подретушировать, то очень даже классно можно будет одеть куда-то на какое-то мероприятие. Ну а який ж баль безголовного объекта, на який накерована жаночая обаяння. На прием поменьшовать вядомых дам региону пришли и поважанные кавалеры. Самые лепшие пожадания поспехов у працы, громадским руху и особистым житцей вядома с оправдной весны и у души, и за вокнами. Не каждый день, не каждый год руководителей увидеть в такой одежде, с такими прическами и в таких нарядах, вы поверьте, это дорогого стоит. И как рад, что именно мне выпала такая возможность сегодня представлять исполнительную власть на этом мероприятии. От великосветского приема до сучастных модельных показов у дельницам свята представили новые весноволетние коллекции оденья. Не обойшлось так само без розыгрышов призов и музыкальных веншаванев. Але головный подарунок, який отримали жанчины от организаторов, это любимые дамские размовы. И махшимость отчуть себе часткой ни с чем не паравнального свету жанчин. Благодаря этим милым дамским штучкам мы всегда вот такие красивые, интересные. Посмотрите, какие у нас красивые дамы. Все, кто это организовал, просто низкий поклон. И действительно, да, это место, где женщины вспоминают о том, что они женщины, и находят время, чтобы встретиться, чтобы вспомнить о том, что наконец пришла весна. Наталья Капрыленко, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». На завтра в Гомельской области объявлено штормовое попереджение. У ночи и ранецы в регионе прогнозуют мощный снег и заверуху. Максимы возникнение снежных заносов на дорогах и налипание мокрого снега. У неделю подобный характер на дворья захавается. МНС раець не отправляться в далекие поездки на властном транспорте. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvargomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Не терпелось. В исправительной колонии номер 20 в Мозоре предотвратили побег заключенного. До выхода на свободу мужчине оставалось всего несколько месяцев. Беглеца с зимней курткой в руках заметил часовой с наблюдательной вышки. Тот уже приблизился к предупредительному ограждению. На крики «Стой! Назад!» мужчина не отреагировал. Ему даже удалось перелезть на внутреннюю запретную зону. Остановил заключенного звук предупредительного выстрела вверх. По команде часового несостоявшийся беглец лег на землю и положил руки за голову. Прибывший в войсковой наряд задержал нарушителя. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается следственная оперативная группа. На протяжении года буфетчица одного из мозорских предприятий незаметно выносила продукты питания и сигареты. Когда недостача обнаружилась, общая сумма незаконно присвоенного превысила 10 тысяч рублей. В крупной растрате подозревается 38-летняя жительница Калинковичей. Будучи должностным лицом, на подсчете которого находились материальные ценности, в период с 2016 по 2017 годы совершила растрат уверенного ей имущества на сумму более 10 тысяч белорусских рублей. Следствию предстоит выяснить, почему столь долгий срок женщине удавалось бесплатно затовариваться на собственном рабочем месте. Нанесенный ущерб буфетчица полностью возместила. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение растрата». Санкция статьи за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. И немного о ситуации на дорогах. На утро 2 марта по всей территории Гомельской области было зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий. В основном это мелкие ДТП. Сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными во время сложных погодных условий, водителям соблюдать скоростные режимы и дистанцию до впереди идущей машины, пешеходам аккуратно переходить проезжую часть, а в местах нерегулируемых светофором только по так называемой «зебре». В последний день календарной зимы сотрудники госавтоинспекции Гомельского РОВД оказали помощь водителю грузового автомобиля, у которого замерзло топливо. Нашли в близлежащем населенном пункте керосиновую грелку, отогрели, пожелали счастливой дороги и водитель уехал. Таков обзор криминальных новостей к этому часу. Берегите себя и своих близких. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Оба представителя нашего региона стартовали с поражения в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Жлобинский «Металлур» крупно проиграл солигорскому шахтеру на его льду. 1-7. Соперник «Гомеля» по 1-4 финала «Динамо Молодечна». Начинали серию «Рыси» на домашнем льду. К пятой минуте первого периода гости обеспечили себе преимущество в две шайбы. Отличились Кирющенков и Грецкий. Еще до перерыва хозяева отставание сократили. На последней минуте Мусиенко, воспользовавшись ошибкой соперника в средней зоне, отправился в практически булитный забег, который завершил точный бросок. 1-2. На старте третьего периода Дурнов к радости местной торсиды дальним броском в большинстве сравнял цифры на табло. Спустя девять минут хозяева снова оказались в роли догоняющих. Гаврус в окружении четырех гомельчан сумел бросить по воротам Бабарика. Шайба рикошетом от голкипера заползла в ворота. Бросив все силы на то, чтобы сравнять счет, Рыси пропустили еще раз. Окончательный счет матча установил Ремезов. 4-2 победа Динамо. В других четвертьфиналах Неман и Юность уверенно одолели Химик и Лиду соответственно. 7-2 и 4-0. Вторые поединки серии проходят сегодня. На паркете Гомельского дворца игровых видов спорта проходят поединки третьего тура розыгрыша женской гандбольной Балтийской лиги. Первый игровой день открыли очным поединком Гомель и Львовская голычанка. В первом тайме борьба получилась вязкой. Явного преимущества не было ни у одной из дружин. Однако хозяйкам паркета к истечению первого получаса игры все-таки удалось создать небольшой отрыв. 10-8. Первые минуты второго тайма остались за командой Тома же Чаттера. Строгая игра в обороне и старания Валентины Кумпель на последнем рубеже. Как итог, к седьмой минуте Гомель вел плюс 7. До финальной сирены такой комфортный отрыв удержать не удалось. Ближе к концовке Голычанка прибавила и к 26-й минуте приблизилась к Гомелю на расстояние трех точных бросков. Нервные концовки хозяйкам паркета удалось избежать. Реализовав свои моменты, Гомель победил 26-21. Хорошая игра, хороший соперник, опытный соперник, играет очень хороший гандбол, агрессивный в защите. Сначала была много проблем, что касается состава, который играл очень довольный в защите. Есть чуть-чуть неганс, который надо лучше сделать. В нападении, на моменты хорошие, на моменты недостаточных бросков и шагов, как работаем на тренировке, а так, в принципе, доволен. В воскресенье 4 марта Гомелю вновь предстоит поединок с Голычанкой. До этого команда Томожа Чаттера дважды сыграет с литовским Жальгирисом в рамках Балтийской лиги и с Гродненчанкой в рамках чемпионата страны. А уже 10 марта Гомель матчем с главным конкурентом БНТУ «Белас» подведет черту под первым этапом внутреннего первенства. Игра состоится в Гомеле. В Минске состоялись открытые соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийских чемпионов. Гомельские спортсмены среди призеров турнира. Денис Санувонг в состязаниях мужчин выиграл три золотые медали в моногоборье, в вольных упражнениях и в упражнениях на перекладине. Также в активе гомельчанина серебро в упражнениях на коне и на брусьях, а также бронза в упражнениях на кольцах. Еще один воспитанник гомельской с дюшер номер 4 Кирилл Терещенко добыл бронза в упражнениях на перекладине. Наши юниоры также с наградами. Павел Якубов второй в упражнениях на коне, а также третий в моногоборье и опорном прыжке. Вадим Скобов с бронзой в упражнениях на коне. У девушек отличилась Дарья Ячменева. Бронза в упражнениях на бревне. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.